Музыка 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 17 век это золотой век Голландии, золотой век Телфта, потому что это рассвет этого города, и вот в это время Телфт подарил человечеству такие имена, как Вер Мейра, о котором я вам говорила, как Антон Ливенхук, изобретатель первого микроскопа. Делфт Делфт – это город белоголубого фарфора и фабрики по производству изделий из фарфора. Когда-то в 17 веке в Голландию через Ост-Индийскую кампанию китайский фарфор попал в руки местным мастерам. И здесь были созданы мини-фабрики, которые начали длинный путь по развитию качества местного фарфора, пытаясь приблизить его к китайскому оригиналу. 32 фабрики конкурировали друг с другом, а до наших дней дошли только одна, которой 100 лет назад присвоили звание Королевской. И вот мы побывали на экскурсии на этой фабрике. Именно с этого завода была позаимствована идея кжельского фарфора. Только кжель по сравнению с дельфтским фарфором выглядит более убого. Субтитры создавал DimaTorzok Первое поселение на территории современного Дельфта возникло в XI веке. Благодаря удачному местоположению, Дельфт быстро становится торговым центром, специализирующимся на продаже масел, пива, тканей и ковров. В 1246 году Дельфт получает городские права. Этот город был резиденцией Вильель-Маранского, убитого издейшей первой столицы Нидерланды. Большой пожар 1536 года разрушил большую часть деревянного города. В XVII веке город полностью восстановился и процветал благодаря развитию морской торговли. Популярным из-за предела Нидерланды становится Дельфтский фарфор. Однако взрыв в пороховой складах, который произошел в 1654 году, привел к сильным разрушениям и серьезно подорвал экономику города. В конце XVII века город был отстроен, и его тогдашний архитектурный облик во многом сохранил свето наше время. Мы находимся на Рыночной площади, которая является центром города. С одной стороны Рыночной площади находится городская радуша, а с другой новая церковь. Рыночной площади Ратуши на Рыночной площади было построено в начале XIII века. Это было массивное каменное здание с башней, служившей тюрьмой. В 1536 году башня украсилась часами с четырьмя циферблатами, смотрящими на разные стороны света. Старая ратуша пережила несколько крупных городских пожаров, но в пожаре 1618 года здание сгорело полностью, и сохранилась только тюремная башня. Строительство нового здания Ратуши было закончено в 1620 году, и вошедшая в него средневековая тюремная башня остается сегодня самой старой сохранившейся постройкой Делфта. Ратуши сейчас используются по назначению. Здесь проходят заседания городского совета и церемонии бракосочетания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Новая церковь расположена напротив здания Ратуши. Строительство каменного церковного здания закончилось в 1420 году. Церковь является усыпальницей представителей королевской династии. Первым в ней в 1584 году был погребен Вильгельм I, Аранский. Башня собора имеет высоту 109 метров. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А это старый собор, построенный в гадическом стиле. Он немного наклонен, он немного наклонен, как и Бизонской башне. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКО base СПОКО相в Play СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин